Привет, я Ани Мэджик, и как вы видите, ребят, со мной тут нет моих питомцев, потому что... Я позже объясню, почему. Они скоро появятся, но я стою сейчас на фоне вот этой вот огромной штуковины большой. И это спа-бассейн. Уличный, который может работать даже зимой. Нам, наконец-то, его привезли. Выгружали краном. Здесь в скором времени будет такая как беседка, навес, над ним будет крыша, здесь будет специальный пол сделан, вот доски для него. Короче, не обращайте внимания на беспорядок снаружи, потому что пока что здесь ничего не закончено. Это бассейн 4 на 2 метра. Он достаточно высокий, тут сейчас крышка, и я вам хочу немножко просто рассказать о нем, чтобы вы понимали, что это будет. Я хочу, чтобы мои собаки попробовали плавать в нем, потому что это не просто бассейн, как я сказала, спа. Там есть специальные программы, и в том числе, почему он такой огромный, противоток. Это такие штуки, которые создают настоящее натуральное течение, как в реке, причем их три, и мощность можно регулировать. У нас только что прошел дождь, и я не хочу сейчас выводить всех собак, потому что они просто-напросто испачкаются, будут грязные, и это помешает нашим съемкам, поэтому я хочу вкратце вести вас в курс дела. Что же это такое? Это кроме еще того, что это просто бассейн, в котором можно плыть, прям по-настоящему плыть, это еще и спа, то есть там можно садиться, делать всякий гидро-аэромассаж. Я открыла бассейн, это вот такие вот крышки, которыми он накрывается от мусора, от грязи, чтобы ничего туда не летело, но в будущем, скоро, в августе, где-то нам привезут такие специальные подъемные лифты, которые просто вот так вот делаешь, и она сама сюда опускается, чтобы не руками это открывать. Сейчас вода стоячая в бассейне, посмотрите, какая она голубенькая, но фишка в том, что я понимаю же, что мои собаки уже плавали и в бассейне, и просто в ванне, и в этом нет уже интереса. Тут фишка в том, что именно я хочу посмотреть их реакцию и то, как они будут плыть против потока, то есть вот реакцию на эти пузыри, на эти бульки, на движение воды. Тут момент, вода сейчас уже нагрелась, сейчас посмотрим, какая температура. 28,5 градусов показывает, сейчас он подогрелся до такого состояния. Водичка прям тепленькая, так как все-таки спа находится, я просто хочу вам сделать небольшой обзор, чтобы вы сразу понимали, что ждет песиков, что нам предстоит. И я думаю, что многим, может быть, будет даже интересно. Так как спа находится на улице, летит, понятное дело, отовсюду какой-то мусор, и вот здесь вот какие-то веточки плавают. Я увидела даже на дне там немножко мусора, то есть вода чистая, все, но мусор есть. И здесь есть вот такие вот скимеры, называются, такие насосы, которые всасывают всю эту грязь не только с поверхности, но со дна и отовсюду, из всей воды вот сюда. И потом ты просто открываешь эту штучку, там фильтр стоит, ты все это очистишь, выбрасываешь и закрываешь обратно. Поэтому в норме здесь мусора нет, это просто вот сейчас налетело, пока мы его набирали. Набирали мы его очень долго, вода прогревалась очень долго, потому что все-таки огромный объем. Как вы видите, просто посмотрите, я и вот этот бассейн, я безумно хочу в нем сама искупаться, я еще не купалась. Почему? Объясню. Потому что туда нужно заливать разную химию, так скажем, то есть всякие штуки, которые делают воду прозрачной, очищают ее от микробов, от бактерий и так далее. Но это вредно собакам, поэтому я хочу, чтобы они искупались здесь и только потом уже после всех этих процессов, плюс они наверняка будут грязненькие. После всех этих процессов мы уже очистим эту воду заново и в ней уже можно будет плавать людям. Но я же не могу не дать своим песикам не попробовать здесь поплавать, именно не в воде, а вот с такими вот штуками, которые они сегодня увидят, и именно для этого это видео. Мы будем знакомиться, это будет их реакция, потому что здесь очень много всяких штук, кроме того, что есть вот такие бульки. В общем, ночью свет и звук еще есть, ну звук в принципе есть, ночью еще классно смотрится свет. Дальше это был аэромассаж, вот я сейчас покажу, как работают вот эти вот штуки, которые там, это называется противоток, который будет составать движение, против которого собаки должны будут плыть. Вот один, он включается здесь гидромассаж, а там начинается течение. Оно небольшое такое, слабенькое, против него плыть довольно легко. Также начинается, я включаю дополнительно, и начинается еще одно дополнительное течение. Вы его не сильно видите, но на самом деле оно довольно сильное там внутри. И еще одно, и получается прям мощный противоток, против которого плыть вообще очень тяжело. Короче, аквапарк для собак, но не только для собак, но и для людей, потому что противоток создан для того, чтобы вы плавали. То есть ты прям туда, а, вода прям теплая, капец, я уже хочу туда нырнуть. Ты прям ложишься туда под воду и прям плывешь против течения, как будто ты плывешь только на месте. Вот в чем фишка, это экономия пространства, тебе не надо делать длинный бассейн, ты плывешь на месте, но совершаешь все те же движения. Ну и еще круто то, что при определенных обстоятельствах, определенных условиях, если соблюдать все правила, то эта вода может стоять и по полгода. Ее не надо менять, ее просто нужно обрабатывать правильно и правильно пользоваться бассейном, и купаться в нем там не по 20 человек каждый день грязных. Тогда все будет окей, он может простоять одна и та же вода полгода. Ну что ж, давайте по одному будем показывать питомцам и смотреть на их реакцию, приучать их к этому бассейну. Юмичу, иди сюда, иди ко мне на коленки, давай запрыгивай, запрыгивай. Ас, молодец. Ну что ж, первая у нас будет Юмичу. Она, когда видит воду, как вы знаете, всегда начинает перебирать лапками, сейчас она еще ничего пока не видит. Она будет у нас первым испытуемым, первая будет приучаться и реагировать на наш бассейн. Посмотрим, как она среагирует. Я для начала покажу ей просто. Ох, капец, я сейчас ничего не включаю. Я хочу, чтобы она просто постояла, посмотрела, попривыкла. Плюс это все-таки высота. Смотри, Юмичу, водичка, водичка, водичка. Юмичу явно не хочет водичку, да? Я очень прошу вас, ребят, давайте поставим лайк на это видео и соберем очень много лайков, желательно 100 тысяч. Я уверена, что вы сможете. Мне кажется, Юмич уже начинает плыть потихоньку. Потому что, если вы хотите такую рубрику водную, вода и собаки, особенно летом, мне кажется, это будет очень классно. И обязательно в комментариях напишите, какие у вас есть еще идеи. Например, я всегда мечтала научить своих собак запрыгивать в воду и даже устроить между ними соревнования на длину прыжков в воду. Я надеюсь, что у меня получится это. Это как пример. Поэтому пишите в комментариях, что еще можно снимать такое интересное в этой водной, бассейнной акварубрике. И самые интересные идеи мы будем воплощать. И, конечно же, про лайк не забывайте. Ну что ж, Юмичу явно побаивается. Возможно, еще и высоты. То есть здесь же все-таки высоко, она понимает, что находится на высоте. Ей это не очень нравится. Юми, да все нормально, ты что? Ты что? Смотри, вода. Юми, что? Смотри, вода. Смотри, вода. Юми прям затряслась. Прям затряслась. И я думаю, больше она переживает не из-за воды, а скорее из-за высоты. Что все-таки здесь высоко. Она понимает, что находится на высоте. Она хочет на ручке. Да? На ручке хочешь? Так, давайте попробуем включить и посмотреть на ее реакцию. Юми поплыла уже. Посмотрите, она реально плывет. Просто еще вдруг ветер какой-то поднялся и достаточно прохладно стало. И Юми, возможно, мерзнет. Юми явно понимает, что ей надо плыть. Юмичу, вставай. Давай. Смотри, я сейчас включу какую штуку. Что это такое? Что это? Паника, что ли, у тебя? Я не буду поддерживать твою панику. Ничего страшного не происходит. Главное, чтобы хозяин не поддерживал панику, не хвалил собаку, не усюсюкал с ней, когда у нее стресс. Все, ничего страшного не происходит. Все нормально. Юмичу. Она явно боится этих пузырей, ей они не нравятся. Даже никак не заинтересовали. Сейчас попробую включить там противотоки. Посмотрим, как она там пореагирует. Юми. Юми прям трясет. Вот, если честно, я от Юми такого не ожидала, потому что в целом она очень активная и бесстрашная собака. Меня это даже удивило. Сейчас посмотрим, как она пореагирует на противоток. Познакомим ее. Дело ведь в том, что животное нужно со всем знакомить. Понятное дело, что первый раз для нее может быть, ну, стрессом каким-то. Она сейчас, и у Юми есть, кстати, такая привычка, когда она что-то узнает, она потом перестает этого бояться. Я уверена, как только она поймет, что это не так опасно и страшно, она еще и сама будет прыгать и плавать, как было прошлым летом. Конечно же, не с таким бассейном, а с нашей обычной вот этой вот штукой, которую, если вы смотрели ролики. Сейчас посмотрим, как она будет реагировать на противоток. Смотри, Юми, волны. Тебе нормально сидеть тогда у меня попой на руках? Я не хочу сейчас, конечно же, ее сразу бросать в воду, да. Это абсолютно неправильно, никогда так не делайте. Со временем мы будем приучаться, чтобы она, вообще, на самом деле, я планирую сейчас их к этому приучить, а в следующем, уже в следующем видео, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропускать все наши ролики. В следующем уже видео они все поплывут. Юми уже конкретно куда-то плывет, прямо в воздухе, нормально, это привычка. Я сейчас ее отпущу и пойду за следующей собакой. Я решила, что следующая все-таки с бассейном будет знакомиться наша Софиша. И, кстати, хотела сказать, многие могут не совсем правильно меня понять, но я, конечно, купила его не только для развлечений, и тем более, конечно же, не для того, чтобы там плавали каждый день собачки, хотя это очень полезно для собак. Любые водные процедуры и плавание, тем более против течения, это очень полезно не только для собак, для суставов и для их здоровья, но и для людей. Просто мне все врачи говорят, что моим суставом, моей спине больной и вообще современным людям, которые сидят очень много за компьютером, это очень полезно плавать. А так как я живу очень далеко от Москвы, и у меня поблизости вообще тут нет никаких таких мест, где есть бассейны, куда можно ходить, поэтому я решила вот таким способом эту проблему решить. Сейчас я буду Софише пока постепенно просто показывать, что здесь у нас такое. Софишка, смотри, это что? Это вода? Я думаю, что она тоже реагирует именно на высоту. Я думаю, вот в чем фишка. Высота их смущает, сбивает с толку высота, а не вода. Смотри, Софиш, это водичка. Смотри, какая она тепленькая. Да, тепленькая вода. Софишка, жопа моя такая лежит. Уже представляю, когда будут солнечные деньки, и мы будем здесь плавать все вместе. Кстати, если кому интересно, я купила, заказала бассейн спа, джакузи этот огромный в магазине Биатроника. Они 15 лет этим занимаются. Вообще самые, я считаю, лучшие профессионалы в этом деле, которые просто многолетний опыт. Ребята все делают хорошо, качественно, дают скидки. Ну, в общем, подход хороший, приятный, мне понравилось. Ни в коем случае не реклама, просто мой личный опыт, если кому-то вдруг пригодится, понадобится. Там есть не только огромные, есть маленькие, есть дешевле, есть с противотоком, есть без. Просто у нас такое большое именно для плавания. Кто-то, может, просто хочет вот так вот в этих штуках лежать в джакузи круглый год, в том числе в мороз. Я уже хочу попробовать, уже жду, не дождусь зимы, чтобы это попробовать. В общем, ссылку, если что, оставлю в описании, кому вдруг понадобится. Софиш, ну что, смотри. Мне кажется, я могу доверить Софише остаться здесь. Она не спрыгнет, в отличие от трусливого и нашей покемошечки. И включить вот эти вот противотоки и воздух здесь, чтобы Софи отсюда посмотрела. Софиш, сиди здесь, не слазь, я тебе доверяю. Ты у нас собачка мудрая, нетрусливая. Что это такое? Софиш, ты куда пошла, Софи? Аккуратнее. Включаю все. Софи более сдержанна, чем Юмичу. Она явно немножко побаивается, ее напрягает эта обстановка. Они никогда не видели таких каких-то странных бурлящих штук. Понятное дело, я даже удивлена, что даже Софи напряглась. Софиш, мы же там и плавали в бассейне, ты что, ты что забыла? Я думаю, прям очень сильно влияет высота. Что они чувствуют себя не в безопасности, потому что они не на земле. Если бы бассейн был в земле, то они бы чувствовали себя намного спокойнее, потому что вокруг было бы куда перемещаться. А тут получается замкнутое пространство и какая-то бурлящая штука. Софиш, ты же любишь воду, ты же любишь купаться. Смотри, ну не страшно. Смотри, водичка, Софиш, водичка, да. Я очень хотела показать им именно это в первую очередь. Не сразу их бахнуть туда, в эту воду, чтобы они перепугались, не поняли. Они так-то сейчас, знакомясь, чувствуют себя не очень комфортно собаке. Поэтому для начала мы их просто познакомим. Сейчас я еще позову Мишу и позову Эйвена. Мы познакомим. И потом какое-то время мы будем наблюдать за процессом, привыкать к этому, привыкать к высоте, привыкать к воде, к бурлящим, шумящим звукам. А затем уже мы будем плавать. В следующем с бассейном будет знакомиться Эйвен. Посмотрим на его реакцию. Хотя он, наверное, самый главный неплывок в нашей семье. Я до сих пор, если честно, в шоке, что Юми и Софи так отреагировали на воду. Поэтому я и предположила, что дело в высоте и в бурлении, и в звуках, а не в самой воде. Потому что они самые плавуньи. Эйвен вообще вплавать не любит. Поэтому я не знаю, как он отреагирует. Я думаю, ему вообще не понравится то, что происходит. Все-таки, вот, это показатель. Да, высота, высота. Я честно признаюсь, я вообще не подумала об этом. Не подумала о высоте. Что, ребята, будет смущать именно высота, а не вода. Я очень расстроена. Я просто капец как расстроена. Потому что, если их пугает высота, к этой высоте придется приучаться. И это усложняет процесс. Потому что я думала, дело будет только в бурлении и вот в этом всем. А теперь еще есть проблема высоты. Что собаки все нервничают. Эх, ладно, давайте включим бурляшки. Что там такое? Что там такое, Ивась? А Ивась прям смотрит. Что это такое? Смотри. Смотри, Ива. Что это такое бурлит? Что там такое бурлит? Не нравится тебе? Похоже, моя идея провалилась просто сейчас. Просто жесть вообще. Просто жесть. Эйвен тоже трясется. И, скорее всего, из-за того, что он не понимает, где он. Он на какой-то высокой поверхности. Высоко над землей. Небезопасно, да? Ладно. Давайте посмотрим на Мишку. Она в этом смысле спокойнее. В плане высоты, я думаю. Мишка у нас самая спокойная натура. Такая типа, а что, как? Поэтому я надеюсь, что она спокойнее всех отреагирует. И спасет наш ролик. И спасет меня. Потому что это просто жесть. Мишань, давай, постой тут. Садись, не бойся. Или ложись. Ложись. Сейчас я тебе включу бурляшки. Может, Миша вообще захочет в воду? Кстати, на удивление, никто не захотел в воду. Обычно Софи любит воду. Обычно Софи хочет воду. Так что, я думаю, все это наше лето будет посвящено различным видам купания. Кроме того, мы, по секрету скажу самым преданным нашим подписчикам, отправляемся в большое путешествие, в котором будет море, в котором будут горы, в котором будет очень много всего. Это просто мега-эпик-мэджик поездка. На целый месяц, впервые все вместе. Еще и с Кисой Алисой. Это будет жесть вообще, я думаю. Если вы хотите, чтобы я каждый раз выпускала оттуда влоги и показывала и рассказывала вам все, что там происходило, ставьте лайк, ставьте лайки, пожалуйста, ребята, пишите много длинных комментариев и подписывайтесь на канал. Нам нужна ваша поддержка. Особенно сейчас. Я включаю. Я тут все нормально, спокуха, спокуха. Мне кажется, Миша эмоциональнее всех боится. Все просто тряслись в апатичную, апатичную. Миша больше всех похожа на то, что ей страшно, да? Но мне кажется, ей не страшна высота, ей страшна вода, да, Миш? И громкий звук, и то, что вот именно происходит там какое-то бурление. Да, смотри, что это, это сумасшедшее течение, Миш. Тебе предстоит в нем плавать, понимаешь? Плавать, Миша. Сделаем поток поменьше. Так? Так поспокойнее? Или все равно страшно? Ладно, не бойся. Уже меньше дрожит. Да, шум, звук, слишком много движения. Какая-то такая непредвиденная ситуация. Ну что ж, ребят, вот такая была реакция у песиков на наш спа-джакузи, на наш аквапарк для собак. Они не очень-то его и хотели, походу. Будем приучаться, потому что это полезно. Полезно для развития контакта с хозяином. Полезно для здоровья. Полезно для физических нагрузок. Это полезно. Как и мне это полезно. Как и вам это полезно плавать. Надеюсь, что вам понравился этот ролик, и вы ждете продолжения. Мы будем плавать. Даже в следующем видео. Так что, чтобы оно поскорее вышло, поддерживайте нас. Спасибо большое. Увидимся скоро в новых роликах. Погнали.